В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Борисова. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. В Видном прошел профилактический рейд автобус. Стимулировать руководство предприятия, чтобы автобусы у нас были в технически справном состоянии. В муниципалитете продолжается сбор гуманитарной помощи для участников специальной военной операции на Донбассе. Спасибо огромное нашим предпринимателям, жителям, которые от души несут товары первой необходимости. В детской школе искусств поселка Развилка отметили День музыки. В Видном прошел профилактический рейд автобус. Стражи порядка проверяли техническое состояние общественного транспорта и наличие необходимой документации. Такие оперативно-профилактические мероприятия проводятся в том числе в связи с периодическими жалобами пассажиров на неудовлетворительное состояние транспортных средств. Стимулировать руководство предприятия, чтобы автобусы у нас были в технически справном состоянии, чтобы светотехника работала, чтобы все было в порядке у них. Будем смотреть на неисправности, которые возможно установить визуальным способом. Это внешне световые приборы, наличие тахографов, наличие документации. Каждый автобус должен быть оборудован тахографом, прибором, регистрирующим скорость, а также соблюдение режима труда и отдыха водителям. Во сколько у вас времени выезда? 5.25? Нет, это из парка. За его отсутствие и нарушение режима перевозчику грозит штраф. За тахограф предусмотрена ответственность на водителя по статье 11.23.1. Должностное лицо по 11.23.2, так же как и юридическое. Штрафные санкции получаются на должностных лиц от 7 до 10 тысяч, на юридическое лицо от 20 до 50. Также стражи порядка обращали внимание на наличие исправных огнетушителей и работы стеклоочистителей. Заклеенные камеры в салоне, кстати, тоже нарушения. Такие рейды в муниципалитете проходят на регулярной основе. В Ленинском городском округе продолжается сбор гуманитарной помощи для участников специальной военной операции на Донбассе. Наша съемочная группа побывала в территориальном отделе Видное-Расторгуево, где расположен пункт приема. В Расторгуевской части города Видное полным ходом идет сбор гуманитарной помощи военнослужащим. Неделю назад в здании территориального отдела, расположенного по адресу Петровский проезд, дом 24, заработал пункт приема. В сегодняшних условиях, когда вся страна стремится помочь нашим ребятам, которые находятся в зоне боевых действий, жителям, спасибо огромное нашим предпринимателям, жителям, которые от души несут товары первой необходимости. Это и спальные мешки, и консервы, и продукты. Сотрудники территориального отдела отмечают активность местных жителей. Люди приходят с желанием помочь, интересуются, что наиболее необходимо. Мы здесь все аккумулируем, распаковываем по видам товаров и отправляем уже дальше для отправки в зону боевых действий. Первая партия с необходимыми вещами, продуктами питания и медикаментами для военных собрана и уже отправлена для дальнейшего распределения. Еще один пункт приема в территориальном отделе находится в Лопатинской школе. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ. В детской школе искусств поселка Развилка отметили День музыки. Мероприятие ежегодное. По традиции на сцене преподаватели образовательного учреждения демонстрируют виртуозное владение музыкальными инструментами и профессиональные вокальные навыки. О том, как прошел концерт, расскажет Юлия Погасьян. Преподаватель вокала детской школы искусств поселка Развилка Светлана Кобыляцкая пением профессионально занимается более 10 лет. В образовательном учреждении трудится с 2016 года и именно в работе с детьми нашла свое призвание. Считает, что через музыку можно научить добру и гармонии. Каждый человечек хочет тепла, добра. Дети – это очень светлые существа, которые привносят в нашу жизнь любовь и радость. И, соответственно, мы стараемся им дать все самое лучшее, что у нас есть, и окружить их также любовью и радостью, и передать свои профессиональные навыки, любовь к музыке, любовь к этому миру, к людям, и воспитать хороших из них и профессионалов у людей. На ежегодном концерте, посвященном Дню музыки, Светлана выступала с Арией Нарины из оперы «Дон Пускуали». Концерт на пол, не музыкой сердца – это своего рода мастер-класс преподавателей Дыши. Традиционное мероприятие приурочено и ко Дню Учителя. В этот раз к профессионалам присоединились и воспитанники учреждения – самые талантливые и трудолюбивые. Всего 12 музыкальных номеров разных стилей и эмоциональной составляющей. Это большой вклад вообще в жизнь поселка Развилка, потому что и дети, и также родители, и просто зрители, которые приходят, они видят, как играют на самом деле профессионалы, к чему нужно стремиться. Для поселка Развилка – это значимое действие. Вообще, День музыки в Развилковской Дыши отмечают широко. Концерту предшествует тематическая акция. Она прошла накануне, 1 октября. Это происходит так. Из всех рупоров нашей школы звучит классическая музыка с поздравлениями. И весь поселок уже в 10 утра знает, что сегодня День музыки. Так было в эту субботу. Мы поздравили наш поселок вот таким аудиопоздравлением. А сегодня мы поздравим всех вживую. В Дыши и поселка Развилка обучаются 450 ребят. Успешно работают классы музыкальных инструментов, живописи, хореографии. В этом году здесь появилось новое направление – театральное искусство. Юлия Погосян, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видно этого. В музее-заповеднике Горки-Ленинске открылась новая постоянная выставка, которая получила название «Судьбы усадеб и сход». Она является частью масштабного проекта, который реализуется сотрудниками музея на протяжении нескольких лет. За одним из авторов экспозиции Евгения Снеговской поговорил наш корреспондент Максим Козлов. Выставка «Судьба усадеб» – это не только научно-исторический, но и творческий эксперимент. В первой его части главным объектом является инсталляция, символизирующая хаос и разруху, которые ворвались в размеренную усадебную жизнь. Первый зал был посвящен первому году после революции. Это первые события, которые прокатились по стране. Поэтому именно первый зал называется «Судьба усадеб гроза 17-го года». Этот зал называется символический у нас «Исход». Это то, что происходило и до сих пор продолжает происходить с усадебными комплексами по всей нашей стране. Вторая часть, получившая название «Судьба усадеб и сход», посвящена тем памятникам усадебной жизни, которым, как принято говорить, не повезло. Именно их изображение можно увидеть на стенах экспозиции. Подбирались объекты не случайно. Для многих регионов усадьба – это место притяжения, место культуры какой-то особенной. Так вот, усадьба Дугинова представляет живопись. Альгова – это театры, такие наиболее значимые усадебные комплексы. Михайловская – это вообще принадлежало роду Шереметьевых, у которых огромное количество дворянских гнезд было по всей стране. И это вообще в целом музей, не просто дом, а целый музей, родовое гнездо. Хрусловка ассоциируется с музыкой, это Чайковский. Ну и Сергеевская наупе – это тоже такое родовое гнездо. То есть это все складывается в единую концепцию, и каждая усадьба представляет свое направление. Авторы выставки, как и в первой части, хотели донести атмосферу разрушенных усадеб, показать, что начиная с 20-х годов прошлого века постепенно разрушается и исчезает важная часть истории России. Этой же цели служат и несколько экспонатов, представленных здесь. Керамическая ваза, предположительно производство Абрамцева. К сожалению, мы видим утраты, да, это вот как раз говорит об утраченных каких-то фрагментах, об утраченных вообще, в принципе, подобных произведениях искусства, довольно-таки хрупких, после революции. Ведь действительно очень много утрачивалось, огромное количество фарфора, семейных библиотек, архивов. Это все ввозилось, растрачивалось, не все попало в музейные собрания. Еще одна задача выставки – обратить внимание широкой публике на незавидную судьбу многих российских имений. В настоящее время авторы уже активно работают над третьей частью экспозиции. В следующем году в третьем зале мы будем рассказывать о перепрофилировании усадебных комплексов и возрождении их как музеев, об их использовании после революции, о том, к чему они приходят сегодня. Это те усадебные комплексы, которые сохранились до наших дней в хорошем состоянии. Многим из них повезло, они сохранили даже свои коллекции. Экспозиция работает на постоянной основе и расположена в южном флигеле усадьбы Горки. Максим Козлов, Александр Логинов, Елена Кошлева. Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Борисова. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова